Хоп! Здравствуйте, меня зовут Чумак Дмитрий и я работаю в компании SUMIT и последние 8 лет я строю процессы работы технической поддержки. За сегодняшний день мои коллеги уже успели достаточно серьезно погрузить вас в тематику мониторинга и того, как к этому всему подходить с технической точки зрения. Но кто стоит за всей этой техникой? Как бы хорошо не была организована ваша система мониторинга? Как бы не был покрыт метриками и алертами ваш проект? Все равно рано или поздно произойдет инцидент, с которым никто в общем-то не знает, что делать. И первоначальную ответственность за его упреждения возьмет на себя так называемая команда дежурных. Как организовать работу этой команды? Как сократить время решения инцидента? Как предотвратить его повторения в будущем? Это именно те самые вопросы, которые я бы хотел сегодня с вами обсудить. Отдельно добавлю, что буду озвучивать опыт с точки зрения компании, которая выстраивает дежурство уже очень давно и вообще ставит дежурство в основу своей деятельности. Если у вас на данный момент какой-то не очень большой проект, поддержкой которого занимается пара человек, некоторые записанных приемов для вас могут казаться, конечно, преждевременными, но в процессе дальнейшего роста они позволят вам сразу принять верные решения, а не тратить драгоценное время и нервные клетки на поиск его самостоятельно. О, да, простите. Так, в первую очередь люди, собственно, какие люди нужны, чтобы мы могли спать спокойно по ночам? В первую очередь, конечно, это непосредственно дежурные. Как выглядит хороший дежурный? Это человек, который умеет быстро реагировать на инциденты, который умеет держать в голове сразу несколько контекстов, если инцидентов несколько, чтобы он ничего не потерял в панике. Как видите, я ни слова не говорю о знании моделей IC или умении писать модули ядра Linux. Дежурные совсем не обязательно должны быть самыми квалифицированными членами команды. Зачастую, даже наоборот, самые технически подкованные люди будут в дежурствах совсем неуместны. Лучше выберите не местных гуру, а тех, кто успевает вести параллельно три срача в Твиттере. В дежурствах скорость реакции и количество удерживаемых в голове контекстов многократно важнее, чем чистое техническое знание. Люди склонны к длительному погружению в задачу, размышлениях о том, с какой стороны лучше подойти к архитектуре проекта. Какой технологический стэк выбрать? Тут сгорят буквально за неделю. Их навыки тут не только не нужны, а скорее даже вредны. В дополнение к этому стоит обратить внимание еще на две вещи. Это смелость и смекалка. Смелость – это способность принимать решения и брать на себя ответственность. Для лучшего понимания, наверное, условную смелость можно разложить на более приземленные составляющие. Это инициатива в условиях сжатого времени, недостатка информации, другого какого-то стресса. А также уверенность в своих действиях и в своих компетенциях. Говоря же про смекалку в контексте дежурных, я имею в виду способность доступными инструментами решить ситуацию как можно быстрее. Безотносительно того, будет ли это долгосрочное техническое решение или же минутный костыль. Далеко не на все ситуации можно заранее составить готовую инструкцию. А главный актив дежурного, его опыт, к сожалению, может покрывать далеко не все критические ситуации. Так что старайтесь обращать внимание на людей, которые вместо долгих раздумий над архитектурными тонкостями постоянно предлагают всякие мутные и сиюминутные костыли, чтобы разработало прямо здесь и сейчас. Вполне возможно, из них выйдут как раз идеальные дежурные. Вообще, есть в английском языке такой термин, как situational awareness, который очень хорошо описывает те навыки, которые я сейчас попытался описать. К сожалению, адекватного употребимого термина на русский язык на данный момент вроде бы не существует, но это как раз именно то, что мы стараемся искать и выращивать в наших дежурных и СРЕ. Подобрав правильных людей, нужно понять, как ими покрыть все 24 часа и 7 дней в неделю. Сменных рабочих графиков существует великое множество, и это прямо отдельная большая область исследований. Поэтому сильно углубляться в эту тему я сейчас не буду. Расскажу про наш собственный опыт и про два основных используемых у нас графика. Это 2 через 2 по 12 часов, наверняка многим знакомый, и 5 через 2 по 8 часов. Да, в целом пятидневку можно использовать и в дежурных сменах, конечно, со своими особенностями. Мы активно используем оба графика в зависимости от типа дежурств и рабочей нагрузки. И на первый взгляд 2 через 2 по 12 часов может показаться очень привлекательным. Каждый второй рабочий день у тебя пятница, куча выходных, все время есть свободное время. А обычно по будням и так же вечером ничего как-то не успеваешь, все время не хватает ни на что времени. Так почему бы это же время не тратить на ту же работу и в более частые выходные заниматься своими делами? Правда, звучит прям очень завлекательно. Но не стоит забывать, какую за это приходится платить цену. Ведь каждый рабочий день уже не по 8 часов, а по 12. Это в полтора раза больше. А ведь дежурство по характеру нагрузки значительно отличается от обычной повседневной работы. В обычный день можно поделать задачу, позалипать в YouTube, попить чаю, поболтать с коллегами, полежать на диванчике, может быть, снова поделать задачу. По некоторым представлениям, в среднем человек активно работает мозгом около 4 часов в день. Остальное же теряется на всякие коммуникации и прочие дела. Но в случае же с дежурством у человека нет выбора. Там постоянно что-то происходит, там регулярно что-то ломается, надо куда-то бежать, что-то чинить, кого-то спасать. И несмотря на то, что визуально кажется, что у человека куча выходных, он очень быстро выгорает. При плотной нагрузке на смене эффективность человека падает уже ко второму месяцу работы в подобном графике. Поэтому в два через два лучше ставить людей с чуть меньшей нагрузкой, первую линию, например. У них частота и глубина взаимодействий ниже, чем у дежурных по консоли. Они менее травмирующие переносят удлиненные смены. Людям же, непосредственно тушащим пожары, лучше предложить что-то более сбалансированное. Например, ту же пятидневку. Для большинства она является более стабильным и привычным графиком. Можно относительно предсказуемо планировать и свои собственные дела, и какое-то взаимодействие с внешним миром. Да, конечно, дежурство на выходных никто не отменял, но в целом это решается с двигом графика, допустим, на один день в ту или иную сторону. И можно в целом остаться в контакте с миром и доступным всем социальным активностям. Но даже с таким графиком не стоит забывать, что нагрузка на дежурного выше, чем на обычного админа. И люди все равно будут гореть, хотя, конечно, не с такой скоростью. Поэтому крайне важно их периодически ротировать с инженерами на задачах. Плюс всегда нужен определенный кадровый резерв, потому что люди болеют, люди уходят в отпуска, с людьми случаются всякие порс-мажоры. А если у вас только 5 человек, которые покрывают собой все 24 часа, вам некем будет заткнуть возникшую внезапно дырку. В целом можно сказать, что дежурство при любом графике – это токсичное производство, тяжелый труд, от которого рано или поздно горят все. Больше внимания уделяйте психологическому состоянию ребят, тщательно подбирайте максимально подходящих под такой тип нагрузки людей. И своевременно доставайте тех, кто уже на грани, потому что можно просто потерять человека. Но в целом это про полноценные масштабные дежурства, как это работает, например, у нас. Но какие есть варианты, если на данный момент вам не нужна отдельная команда для круглосуточных дежурств? Проект небольшой и хватило бы, допустим, он-колл смен. Все вышеизложенное в целом справедливо. И в этом случае просто появляется дополнительная возможность, например, суточных либо недельных дежурств. Оптимальный график, конечно, зависит от потока инцидентов и от необходимого уровня доступности ваших систем. В целом, с точки зрения организации обучения и выравнивания знаний, а также, наверное, честности по отношению к сотрудникам, я бы все-таки рекомендовал использовать он-колл, он-колл, недельные интервалы. Так и планировать можно на более продолжительные сроки. И у людей меньше прерываний, человек может за недельную смену посмотреть на работу системы на длительном промежутке, понять какие-то более глобальные проблемы, оформить их в задаче, что, конечно, при более дробном графике было бы практически невозможно. Также нужно явно определить границу, когда вы будете переходить от он-колл графика к выделенной линии поддержки. Это очень важно, потому что, как я уже выше говорил, выделенная команда дежурства – это как минимум 5 человек. И это будет достаточно большой нагрузкой и на фонд оплаты труда. На что стоит обратить внимание? В первую очередь, конечно же, это количество инцидентов. Если ответственному инженеру в день нужно 3-4 часа на борьбу с алертами, то фактически он уже потратил свой эффективный рабочий день на дежурство. Особенно нужно смотреть, чтобы не было больших пиковых перегрузок на человека, который помимо дежурства, собственно, занимается какими-то еще своими повседневными задачами. Во-вторых, конечно, это базворды со стороны бизнеса. РТО, РПО, СЛА. Если вам нужно выдерживать доступность даже 99,9, а это не больше 40 минут недоступности в месяц, то, честно говоря, рассчитывать, что по звонку в любое время ночи или дня прибежит инженер, который срочно все это починит, конечно же, не приходится. Как организовать труд дежурных? Эффективность от тела дежурств измеряется, в первую очередь, скоростью реакции на инциденты, а во-вторых, точностью реагирования на них. А чтобы быть быстрым, конечно, думать желательно как можно меньше. Максимальное количество алертов должно быть покрыто инструкциями. Но, на мой взгляд, самая первая и самая главная инструкция должна выглядеть следующим образом. Ты получил алерт, ты уведомил клиента. Именно так. При возникновении инцидента мы не бросаемся чинить, а в первую очередь мы идем и информируем того, в чьей зоне ответственности находится задетый компонент. Это могут быть разработчики, продажники или непосредственно владелец продукта. Почему так? Потому что всегда есть определенные договоренности и ожидания по взаимодействию между контрагентами. И на берегу оценить сложность и длительность восстановительных работ может оказаться очень затруднительно. То, что сначала показалось плевым делом на пару минут, легко может превратиться в часовую потагонку, во время которой клиент и сам может заметить возникшую проблему, после чего у него возникнут закономерные вопросы о соблюдении SLA и, собственно, вашей для него полезности. Более того, любой современный проект, в рамках которого мы вообще представляем мониторинг, это продукт труда множества людей. И может так оказаться, что инцидент вызван не какими-то сторонними внешними причинами, а внутренними действиями других команд. Выкатили обновления или, например, неосторожно поредактировали данные не в той базе. В таком случае можно будет гораздо быстрее и эффективнее разобраться с проблемой, действуя совместными усилиями, чем пытаясь понять, что произошло в одиночку. Остальные же повторяемые и предполагаемо опасные места и ситуации должны быть описаны соответствующими инструкциями, либо по починке, либо по быстрому переключению на резервные мощности. На случай, когда процесс исправления инцидента затягивается, должен быть указан контакт человека, который хорошо разбирается в имеющемся проекте и которому можно в любой момент позвонить, чтобы он как-то подсказал и всех спас. И, конечно, на всякий случай в дополнение к первому контакту желательно завести еще один запасной, потому что тоже всякое бывает. Человек спит, человек где-то в лесу, все что угодно. Если что-то за рамками инструкций происходит во второй раз в одном и том же месте, то, собственно, опять же пришло время писать инструкции. И в целом, наверное, этим стоит заняться тому самому человеку, чей номер телефона указан под аллер. Это, в первую очередь, в его же собственных интересах, чтобы ему в панике никто не звонил в три часа ночи. К вопросу о том, как подходить к работе с самими инцидентами. Инциденты – это история непредсказуемая, болезненная, и не всегда можно сказать, какое влияние они окажут в следующий раз вных обстоятельствах. Можете сами поэкспериментировать с, а что, если, допустим, не только место у нас здесь закончится, а одновременно с этим откажет сервис B. По итогам любых более-менее серьезных инцидентов крайне желательно делать разбор с упреждением последующего их возникновения. В разы легче держать аллерницу чистой, чем забивать сегодня и добавлять неизвестное количество часов в работу в будущем, подвергая инфраструктуру дополнительным рискам. Конечно, в реальном мире есть фичи, которые нужно пилить прямо сейчас, и Zero Tolerance подход к аллерам не всегда выглядит выгодным. И, скажем прямо, на практике он, конечно, может вредить процессу развития продукта, поэтому стоит внимательно подходить к вопросу расстановки приоритетов и все-таки не давать копиться рутине. Потом исправлять все это может быть в разы сложнее. Бывают ситуации, когда разработчики такие, ну, ребят, вот оно, да, оно сейчас алертит, мы там еще что-то делаем, как-то дорабатываем. Вот сейчас фичу вот эту вот мы допишем, все выкатим, и все пройдет. Но у такого подхода тоже есть обратная сторона. Пока не начнешь исправлять и изучать, не выявишь какие-то архитектурные или системные проблемы, которые лучше знать раньше, чем позже. У себя мы вообще используем прямолинейный статистический подход, и мы решаем в отдельной очереди часто возникающие алерты в виде автоматически генерируемых задач нашей тикетницы. Возможно, вам такой подход тоже окажется полезен. Как еще можно помочь дежурным, даже не взаимодействуя с ними напрямую? Со стороны разработки и бизнеса тоже в целом есть чем здесь подсобить. Во-первых, делайте отметки по времени по релизам, следите за состоянием проекта по EPM. Беда, вызванная разработчиками, будет устранена гораздо, гораздо быстрее, если об этом сообщить самим, собственно, разработчикам, чем пытаться в ней разобраться самостоятельно. А для этого важно активно передавать данные о состоянии проекта между различными отделами. Во-вторых, это железо, это инфраструктура. Не надо экономить на инфраструктуре. Железо – это дешево. В некоторых случаях час простоя вашего проекта может стоить вам год или больше арендных платежей за резервные избыточные мощности. Пусть на основной площадке будет запас по памяти, по дискам, по процессору. Пусть будут мощности под горячий резерв проекта, куда можно будет быстро переключиться в случае какой-то очень большой беды. Как жить, когда алертов больше, чем вас? Сначала, конечно, хотел было сказать, что тут, наверное, далеко не все присутствующие окажутся в такой ситуации, но потом понял, что все-таки не обязательно иметь 500 алертов в час, чтобы оказаться под ними с головой. А дел дежурств может быть просто небольшой. Или день какой-нибудь инфраструктурно неудачный. Вроде массовой поломки глобальных DNS-серверов. Или, допустим, перебитой магистрали на входе в ваш ЦОД. В общем, говорить о приоритетах точно никогда не рано. Когда инцидентов одномоментно становится слишком много, важно правильно определить критичность каждого из них. Даже если все алерты заранее были разбиты по уровням, во время большого происшествия обязательно возникнет необходимость понять, за что хвататься в первую очередь, а что, в общем-то, можно пока отложить и чинить когда-нибудь потом. И тут, опять же, считаю очень важной коммуникацию между всеми заинтересованными лицами. Может оказаться так, что на уровне дежурной команды будет совсем не очевидно, что для бизнеса в данный момент более ценно, а чем можно пожертвовать. Поэтому стоит эскалировать такие вопросы выше. Итого, что можно сказать, подытоживая это все. Взаимодействуйте друг с другом. Человека из обезьяны сделала не палка, а способность рассказать о ней соседям и потомкам. Так что не стесняйтесь в первую очередь коммуницировать. Следите за психологическим состоянием товарищей, информируйте коллег об инцидентах, введите историю операции над проектом, релизы, бэкапы, покапы, анализируйте повторяющиеся инциденты. Ну и, конечно, пишите инструкции на все, что только можно. Не падающих вам проектов, внимательных мониторингов и крепких дежурных. Спасибо. Коллеги, ну, собственно, в первую очередь спасибо Дмитрию, что рассказал. Кладный доклад. Вопросов, правда, я не зафиксировал. Давай посмотрим, может, все-таки там хоть какие-то вопросы по докладу сейчас есть. Давай посмотрим. Да, есть один, который мы не будем выносить на слайд, все-таки у нас уже окончание дня. Есть ли проблема устаревания серверов и возможность их обновления в ближайшем будущем? Так, подожди, слушай, возможно, да, да, это я перепутал без хэштега question, да, это вопрос был уже внутри дискуссии в самом чате. Коллеги, если есть вопросы по докладу Дмитрия, задайте их сейчас, буквально полминутки готов подождать, прежде чем мы перейдем к завершающей части нашего дня. Ну и в целом в чатике, как бы, я тоже буду весь день, так что без проблем. Так, смотрим, смотрим. Ну, вижу один человек, который часто вопросы задает, печатает. Если сейчас будет вопрос, то, собственно, его садресую. Если нет, то будем потихонечку завершать. Ну, там прямо, да, развернулась дискуссия. Доклад супер. Так. Ну, что ж, ладно, я не вижу, чтобы у нас появился какой-то вопрос по твоему докладу. Если он появится, то предлагаю обсудить его асинхронно в нашем чатике, который, опять же, доступен по ссылке в описании. Если вдруг вы туда не заходили, зайдите обязательно. Дмитрий, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Спасибо, предлагаю тебе откланяться, а я, собственно, буду завершать текущий день. Дмитрий, спасибо.